150-летняя история Московской консерватории началась 13 сентября 1886 года. Именно тогда в стенах дома баронессы Черкасовой на Воздвиженке зазвучала первая музыка, увертюра из оперы Руслан и Людмила Глинки в исполнении Петра Чайковского, и начались занятия. Николай Рубинштейн, пианист и дирижер, говорил, что главная цель создания консерватории – возносить значение русской музыки и русских артистов. Будучи молодым человеком 25 лет, Николай Рубинштейн положил начало системе профессионального музыкального образования в России. Именно он взял на себя ответственность перед лицом государства и народа за подготовку не только специалистов по тому или другому инструменту, но и музыкантов в обширнейшем смысле этого слова. Обучение в консерватории было платным – 100 рублей в год. Учениками были юноши и девушки из разночинных и дворянских кругов. Срок обучения составлял для вокалистов 5, а для инструменталистов 6 лет. Через несколько лет после открытия консерватория переехала в здание, которое занимает и сейчас – большую усадьбу князей Воронцовых на Большой Никитской. Желто-белый особняк, из окон которого постоянно доносится музыка, стал одним из символов Москвы и России. Гордостью консерватории стал, конечно, ее большой концертный зал с великолепной акустикой, которой архитектору Василию Загорскому удалось добиться путем сложных расчетов пропорций зала и других параметров. Трудно назвать крупного музыканта 20 века, который не выступал бы здесь. Рахманинов, Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Стравинский и многие другие. Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Стравинский и многие другие. Можно смело сказать, то, о чем мечтал полтора столетия назад Николай Рубинштейн, сбылось. Музыка стала достоянием государства и его престижем. Произведения российских музыкантов стали мировым достоянием, а имена российских исполнителей прочно вписаны в историю мирового музыкального искусства. И обучение музыке уже давно стало качественно другим. Одного взгляда на программу вступительных экзаменов достаточно, чтобы понять, насколько серьезен уровень подготовки претендентов на обучение в главном музыкальном вузе Москвы.